Почитал всех птиц в небе. Орнитолог Игорь Фефелов в течение полутора месяцев наблюдал за перелетными птицами. И вот теперь ученый подводит итоги исследования. По его словам, в этом году результаты неожиданные. В поле зрения попало не более 20 орлов-могильников. Хотя еще недавно этот вид в Приангарии был самым многочисленным среди орлов. Беспокоит, что стало меньше орлов. И про это, кстати говоря, мои коллеги уже много лет выражают беспокойство. Может быть, это как раз связано с какими-то причинами. Может быть, с климатическими, а может быть, с тем, что на зимовках происходят какие-то тоже нехорошие вещи с местами обитания птиц. Беспокойство Игоря Фефелова разделяет и другой орнитолог Виталий Рябцев. Этим летом он специально съездил на Альхон, чтобы попроведать орлиные гнезда. Они известны ученым еще с начала 80-х годов. Увиденное обеспокоило исследователя. Большинство гнезд покинуты пернатыми хозяевами. А насиженные места не бросили лишь два одиноких орла. Корни происходящего, по мнению Виталия Рябцева, вероятнее всего, стоит искать в Китае. Ведь на Байкале есть все условия для благополучного обитания птиц. А вот их зимние квартиры, которые расположены в странах Юго-Восточной Азии, экологически небезопасны. Там бурно развивается промышленность. Огромные проблемы с загрязнением. Там почти не осталось чистых рек. Все они загрязнены выше всякой меры. А поля, посыпанные целым слоем адахимикатов, и поэтому представляют собой смертельную ловушку. По мнению ученого, выход из положения – подписать конвенкцию об охране птиц с азиатскими странами. Ведь такой опыт уже существует. В советские времена аналогичный договор был заключен с Индией. И это существенно улучшило положение зимующих птиц в жаркой стране. Некоторые ученые называют могильника гербовым орлом. По их мнению, имена эта птица изображена на гербе Императорского Рима, Византии и Русского государства. Так что, если опасения орнитологов оправдаются, и могильник действительно покинет байкальские гнезда, то его бронзовое изваяние на памятнике Александру Третьему будет вечно напоминать горожанам о птице, которую так и не удалось спасти. Анастасия Зверькова, Николай Крупченко, Константин Синицын. Новости.